Рекомендую посетить мой магазин игр. Здесь продаются топовые игры, такие как GTA 5, CSGO, Battleground по нереально низким ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, ребята, с вами Механик. Сегодня у нас очередные эксперименты в GTA 5. И сегодня мы с вами проверим, какая же пушка у нас самая мощная и с какой вообще стоит отстреливать врагов в GTA 5. Итак, начнем мы, конечно же, с пистолетов, но перед этим сейчас у нас топ-коммент. И топ-коммент у нас царский коммент, вот этот. Но не переживай, если вдруг это не твой коммент, потому что в течение ролика будут еще вставки с комментариями. Возможно, там будет именно твой, так что досматривай до конца и тебе повезет. Так, сейчас я поправлю немножечко, немножечко прям количество жизни у этого чувака. Я поправлю до 2000, я уже тут немножечко попробовал. Так, сделаем 2000, чтобы нам было проще считать. Вот так я оставлю. Отлично. И прям с этой панелью мы будем с вами смотреть. Расстояние будет примерно одинаковое. И смотрите. Минус 10, как видите, было 2000, стало 1990. То есть минус 10 сразу. Минус 9, минус 10, минус 9, минус 9, минус 10. Короче, такое идет колебание между 9 и 10. В принципе, ну нормально для пистолета, наверное. Так, подождите, а есть же у нас и другие пистолеты. Может быть попробовать какой-нибудь боевой пистолет, карманный пистолет, тяжелый пистолет. Давайте попробуем тяжелый пистолет. Может быть он действительно будет намного мощнее. Итак, у нас 43. Стало 29. 29, стало 15. Это сколько? Где-то по 15 получается урона, да? По 16, по 15. По 14. 14. Да, вот сейчас 15. 14. 15. Короче, 15-14 урон. В полтора раза мощнее, чем предыдущий. В принципе, тоже неплохо. Так. Сейчас мы... А, мы прям так можем добавлять им жизни, смотрите. Ну просто для простоты подсчета, для ровного. Будем вот так добавлять. Итак. С этим разобрались. Пистолеты у нас даже самые мощные. Всего лишь по 15 долбит. Давайте попробуем... Так, УЗИ у нас есть. Малый ПП. Ну, пистолет-пулемет, короче. Пистолет-пулемет, пистолет-пулемет, штурмовой, пистолет-пулемет. Давайте попробуем штурмовой. Так. 10. 9. 9. 9. Офигеть, да он как пистолет стреляет. Его единственная фишка в том, что он стреляет быстро, короче. То есть ты можешь много выстрелов сделать успеть. А не так, как в пистолете. Но это такое себе на самом деле. Вроде... Ну, вроде прикольно, но... Я думал, что хотя бы и выстрелы будут помощнее. Так. Да, кстати, ребята, вы можете написать, как по-вашему, какое оружие здесь будет самое мощное. Перейдем, давайте, наверное, к Калашникову сразу. Подождите, а у нас здесь пулемет же есть еще. Так, где он? Во, пулемет. Давайте попробуем пулемет. Я что-то вангую, что пулемет будет отнимать минимум по 30 с одного выстрела. Нет, всего лишь 15, ребят. 15, 14, 15. Офигеть просто. Это... Это очень мало. Так. Тогда идем к Калашу. Калаш, правда, с глушителем, но... Чего? 11? 11? Сейчас вот тоже 11, 11, 11. 10! Офигеть! Ребят, это... Да что за бред? Почему они так мало урона наносят? Я реально думал, что будет прям, ну, в зависимости от оружия, будет и урон расти. Но, как видите, вы, нифига абсолютно не меняется. Штурмовая винтовка. Че такое? Патронов почему-то нету. Так, автоматическая винтовка. 12, и то больше. Так, улучшенная винтовка. Такое ощущение, что он по два выстрела делает. Видите? Я не могу его жестко регулировать, чтобы по одному выстрелу делал. Он по два делает. Так нечестно. Нам надо именно, чтобы один выстрел был. Чтобы была прямо четкость, понимание, какое оружие действительно с одного выстрела самое мощное. Особый карабин. 12, 12, 11, 12. Пипец, они все слабые, ребят. Вы представляете? Я реально думал, что будут какие-то прям мощные здесь стволы. Выстрелил сразу 50. Так, укороченная винтовка. Штурмовая винтовка. Ну, по-моему, я ее проверял уже. 11, 11, 11. Понятно. Давайте перейдем к следующему типу орудий. Потому что этот меня абсолютно не впечатлил. Следующий тип у нас, это, собственно говоря, снайперские винтовки. Есть просто снайперка. Тяжелая снайперка. Тяжелая снайперка МК-2. Но почему-то у меня на нее нет патронов. Не знаю, с чем это связано. А, типа, у меня нету этого карабина вообще почему-то нет на нее. Высокоточная винтовка. Давайте начнем с высокоточной. О! 24. 24. Это уже что-то. Просто снайперка. Так. Для простоты подсчета. Вы знаете, я не сильный математик, но... Ого! 37, ребята! 37. Это уже что-то. Я думаю, что мощнее будут только дробовики. Так. Ну и тяжелая снайперка, собственно говоря. 39. Так. Ну тут уже сами посчитайте, тут слишком сложно. Офигеть! Так. Сейчас до 900 сделаю. Опять 39. Думаю, что по 39 примерно лупит. Да, видите, растет пропорционально, значит, там девяточка. Блин, офигеть! По 39! Это пока самая мощная штуковина. С учетом того, что у нас 200 хп. Подождите, а я сейчас в грудину ему стрельну. Посмотрим, что будет. То есть, я стреляю в руку. Возможно... Реально, слушайте! А это сколько же? 56! Ребят, это 56 просто сразу. Офигеть! Офигеть можно! Подождите, подождите, подождите! 2000 сделаем. Что-то, мне кажется, я был не внимательен, там не 56, а, по-моему, 156. Сейчас сделаем все как было. Ребята, 156! Офигеть! Да! Офигеть! Просто по 156 лупит, если в спину, в грудь стрелять. Ну, она и... Ну, как бы мы стреляли в руку для сравнения, все. В руку тоже, как бы, было больше. В отличие от всего, здесь по 60 в руку лупило. Так, поскольку там по 60, по-моему, да? Давайте вот так вот сделаем. А, нет, кстати, смотрите. Не 60, а... Получается... Сколько? 39. Да, по 39 она лупит. Но все равно это самый мощный пока результат. Конечно, в грудь пипец, сколько прилетает. Так, ладно, с винтовками разобрались. Погнали дробовики смотреть. Причем, тут есть реально интересные штуки. Типа автоматический дробовик. Потом вот этот мушкет. Мне очень интересно. Но давайте начнем с самого, так сказать, самого старта. Где он там самый обычный? Вот он. Помповый. Стреляю в руку, но, как понимаете, может... Может разлететься. Поэтому, наверное, стоит чуть-чуть подойти. Вот так вот. Опа-на! Ребят, как я и говорил. 126. 126 урона. Просто как с куска. С куста. 126 урона. Так. Что будет с этим? 101 урона. 101 урон. Офигеть просто. Реально дробаши решают. Так. Чуть такой у нас. Тоже дробовичок. Ну, это слабенько, кстати, смотрите. Реально слабенько. Всего лишь получается 36 урона. Пока самая мощь у нас был первый дробовик. Так. Штурмовой дробовик. Ну, тоже слабенько. Возможно, они бьют чуть точнее. Но я и так, как видите, подошел, поэтому... Мушкет. Бабах! Просто 60 урона, как с куста. Бабах! Не, в мушкет это, конечно, вообще дикое оружие. Просто очень-очень крутое, аутентичное. И выглядит реально круто. Так. Тяжелый дробовик. Тоже слабенько. Но у него есть большой плюс. Им можно стрелять много и часто. Так. Что там еще у нас? Двуствольечка. Двуствольечка. Два выстрела почти на 100 урона. На 96, если быть точным. Два выстрела 96 урона. Очень мощно. Так. Ну и автоматический, собственно говоря, дробовик. Всего лишь на 30 урона прилетает. Это очень слабо. С учетом всех дробовиков, которые мы выяснили. Ну, получается, что самое мощное, это... Как ни странно, но это вот этот самый первый дробаш, потому что вот смотрите, сколько прилетает. 105 урона. Бах! 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 Так. Давайте, короче, добавляем жизни, потому что сейчас мы будем проверять реально что-то мощное. Я не знаю уже, возможно, он больше не выживет у нас. Давайте, может быть, мы его и скопируем, кстати. Сейчас я сделаю по 2500, потому что сейчас мы переходим действительно к тяжелой артиллерии. Так. По 2500. Копи. Еще копи, пожалуйста. Так. И еще копи, пожалуйста. И еще копи. Короче, вот так вот. Надеюсь, нам хватит пока. У каждого из них, как видите, по 2500 жизней. Так. Ну, а пока интересует вот этот. Пока нас интересует только вот этот чувачок. Давайте мы перейдем уже к чему-то действительно серьезному. Подожди, 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 подожди. RPG, миниган. Начнем с минигана, наверное. Попробую выстрелить один разок. В принципе, почти получается. Стрелять буду так же в руку. Блин, не получается с одного выстрела, но... Ну, вы видите, что в целом урон тоже не очень большой. Да еще и дальность маленькая. Короче, урон не очень большой. Вот так я вам хочу сказать. К сожалению. Так. Давайте сменим его на что-то другое. Попробую фейерверками запулить. И причем пулять буду так же в руку. Ну, постараюсь. Как видите, когда целишься только в руку, он даже не попадает по нему. Блин, мимо. Мимо лупануло. Короче, придется в него вот так вот лупасить. Блин. Ладно, прямо в жопу ему сейчас зарядим. Это очень странно, но... Он умер. Это реально очень странно, потому что вы видели, что она просто пролетела сквозь него. Возможно, это и было смертельным, но он умер сразу. Так, фейерверки у нас смертельные. Оу, подожди. Рельсотрон. Рельсотрон. Попробуем рельсотрон. Так. Не двигайся, чувак, а то я попаду куда-нибудь не туда. Да, ладно, в ногу сейчас бахнем. Оу, черт. О, не, нифига, он живой, смотрите. Но бахнуло очень здорово. Я вам должен сказать, посмотрите. У него было 2 500, осталось 2 140. Это сколько? Это... Это 360 урона. 360 урона. Черт возьми, ребята. Да, рельсотрон это реально мощная штука. Давайте попробуем куда-нибудь еще ему в ногу. Вот так вот. Не, он живой еще, он сейчас встанет. Офигеть, это очень мощная штуковина. Нереально мощная. Но мы должны проверить что-то еще. Пусть это будет ракетная установка. Давайте прямо на нем и проверять. Сейчас. Так, а мы не можем нарастить ему жизней? Нам бы очень хотелось нарастить ему немножечко жизней. Хотя бы до 2000. Чтобы пальнуть уже нормально ракетную установку и увидеть урон. Так. Давай, давай, давай. Есть. 2000 у нас есть. Ну что же, ребята, пробуем. Пока, чувак. Бомба пролетела сквозь него. Ну ладно, я его тогда вот так подорву. Ноль. Все. 2000 разом. Как видите, ну, тут уж ничего не поделаешь. 2000 разом. Думаю, что 2500 тоже нет смысла проверять. Мы просто попробуем другое оружие. Укороченный граномет. Гранатомет, вернее. Опять-таки, все пролетает сквозь них. Да, очень сложно именно его бахнуть. Потому что, как видите, она пролетает туда. Ну, короче, человека ей стрелять бессмысленно. Атакуя гранатомет. Ну, тоже бессмысленно. Тоже где-то, где-то там за ним она прям взрывается. Вот, смотрите. Прям сквозь него пролетает. Это что за дичь? Так, подождите. А если мы включим динамику? Он убежит же. Не, не убежал. Он не убежал, он горит. Но я думаю, что он выживет. 405 урона. 405 урона он получил. В принципе. Слушайте. Ну, это здорово. Это здорово, реально. Так. Подождите, подождите, подождите. А теперь попробуем в него ракетой бахнуть. Не, ракета все равно пролетает сквозь него. Так, что еще мы можем? Укороченный гранатомет еще раз попробуем. Не, не, нет. Укороченный гранатомет, черт возьми. Нет. Нет, нет и еще раз нет. Ну и что же у нас остается? У нас остается РПГ. Так, подождите. Все-таки вот так я сделаю. Давайте, РПГ. У него 2000 хп. Бахаем РПГ. Так. 2000 было. Он горит еще. 500. Даже 500 урона нет. 494, по-моему. Да, 494 примерно где-то. Вот такие дела, ребят. Получается, что... Из-за таких стрелковых орудий у нас дробовик самый мощный. А, слушайте, а если с дробовика в грудь стрельнуть, как с винтовки, я тогда пробую. Офигеть просто. Офигеть. Вот это уронище. Все, убил. Два выстрела. И все, и труп сразу. Один прогиб, и ты погиб, ребят. Офигеть. Ну, я думаю, что если выстрелить в голову, то он тоже сразу, как бы... Да. Да. Ну, в голову, наверное, со всего они сразу будут умирать. Даже с пистолета, скорее всего. Да. Без вариантов. Короче, если попадаете в голову, то можно стрелять с абсолютно всего. Но если у вас плохо с меткостью, то подходите на ближние дистанции и используйте дробовик. А на дальних дистанциях, соответственно, снайперскую винтовку. Вот эту самую обычную. Не, не вот эту даже, а... Вот эту снайперку. Она получается мощнее. Ну, вот, собственно говоря, и все. Собственно говоря, и все. У нас такой масштабный получился эксперимент. Я надеюсь, вам было интересно смотреть. Может быть, он был чуть-чуть нудноватым. Но, по крайней мере, мы с вами выяснили действительно, какое оружие, сколько урона наносит. Я такого еще, таких экспериментов не видел. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. А с вами был Механик. И всем пока.